Уже в 2025 году на этой площадке развернется грандиозная стройка. Межвузовский кампус разместится на территории, прилегающей к Солидарной Самара-арене. Локацию во время рабочей поездки в 63 регион осмотрел заместитель министра науки и высшего образования страны Аэрэд Гатиятов. Основные характеристики представил главный архитектор проекта Антон Яроскрябин. Кампус будет точно уникален своей архитектурой, поскольку она полностью привязана к участку, полностью привязана к месту. Нет таких сложностей, которые помешали бы или как-то оттянули сроки проектировать. Проект сейчас приобретает уже такой достаточно конечный вид, и за что, опять же, хочется поблагодарить вообще всех участников процесса, потому что все комментарии, которые к нам поступают, они на самом деле очень по делу, очень правильные и дают как раз возможность сделать хороший и оптимальный проект. На мой взгляд, именно Самара делает тот кампус, который займет основное место в создании инжиниринговой школы России. Это на многие года вперед основа развития таких отраслей, как аэрокосмическая, военная, ракетные отрасли. Это, естественно, медицинский инжиниринг, то есть современной техники медицинской. Эти компетенции нужны стране, нужны в мировой экономике. Ну, вот кампус, посвященный инжинирингу высокотехнологичному, это кампус Самары. Как идет проектирование, обсудили на заседании регионального штаба по реализации проекта, которое прошло на территории стадиона. Учли пожелания вузов, которые там будут размещаться. В приоритете было и сохранение первоначального облика кампуса и его функциональности. Те задачи, которые проговаривали, они были достигнуты только благодаря совместным усилиям, доброй воле и поддержке вашей, и ваших коллег, и ваших коллег. Задача действительно очень масштабная, я уверен, что мы с ней справились. Детально обговорили расположение учебных аудиторий, каждой лаборатории. Новый кампус будет оснащен по всем федеральным стандартам. Вот этот синергетический эффект, который всегда мы подчеркиваем. Вот здесь вот ребята живут в общежитиях университетов, межвузовского нашего кампуса. Они перешли дорогу, прошли три минуты, вот они зашли и обучаются. Там же у них через, на следующем этаже места досуга есть. Буквально даже не переходя дорогу, вот здесь есть уже и планы, и это важно нам все отфиксировать. По срокам реализации будут технопарки, заказчик, тот, которому нужны новые специалисты. И вот когда у нас это все замыкается, у нас вот именно получается эффект огромнейший просто. Согласно графику проектирования объектов кампуса, на первом этапе работа ведется над жилыми объектами. На втором этапе проектируются научно-образовательные корпуса. Положительные заключения глав госэкспертизы планируется получить до конца 2024 года. Леонид Кошман, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния». Леонид Кошман, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния»